Клиника Альфа-стоматология 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 Клинику%, езжай, в дверь До того момента, когда у него уже Внутри сосуда Ставится стенд, расширяющий Вот эту ортерию коронарную Вот сейчас у нас это время Порядок 30 минут Положено до часа Но в лучших клиниках мира, скажем, Европы это время около 40-45 минут Стоит отметить, что 3 года назад В УКБ проводили около 200 операций На сердце, однако их число ежегодно растет В следующем году врачи планируют вылечить не менее 400 подобных пациентов. Детский детектив программы «Город здоровья» продолжает свое расследование. Она готова задавать врачам неудобные вопросы и открывать секреты привычных кабинетов. О ком она расскажет сегодня, узнаем далее. Сегодня мы заберемся в самый темный уголок медицинского центра СМ-клиника и узнаем, кто такой рентгенолог. Об этом нам поможет моя напарница Маша. Но она еще об этом не знает. Здравствуйте. Меня зовут Вика. Я детский детектив программы «Город здоровья». А это моя напарница Маша. Добрый день. Меня зовут Борис Вахилина Васильевна. Заведующий отделением лучевой диагностики медицинского центра СМ-клиника. Сегодня проводим расследование в вашем кабинете. Кстати, а почему их два? Все очень просто. Дело в том, что частое воздействие рентгеновских лучей на организм опасно. И поэтому врачи прячутся в другой комнате. Нас разделяют большие металлические двери, толстые стены, которые содержат свинец, специальная пластина на потолке, а на окнах свинцовые задвижки. Можно посмотреть? Конечно. Ух ты! Представляешь, Маша, ты где-нибудь еще увидишь? Сторон толщина 3 сантиметра. Стоп! А как же пациент? Ну и вредно здесь находиться. Не волнуйся. Мы используем специальное оборудование, которое дает малую лучевую нагрузку. Лучи светят на пациента всего несколько секунд. И рентгеновские лучи совсем не похожи на солнечные. Они волшебные. Могут проникать сквозь ткани организма. Выбирается под платье? Нет. Их сила намного больше. Они могут проникать сквозь кожу. И с их помощью мы можем посмотреть состояние легких, позвоночника, суставов, таза, мочевого пузыря и многое другое. Как видишь, совсем не страшно. Здорово! Маша, вы просто обязаны поплавать. Для таких маленьких пациентов у нас есть специальное устройство. Оно используется с рождения и до года. Маша как раз подойдет. Такое устройство в Рязанской области всего есть в паре больниц. Готовы? Конечно! Мы укладываем Машу вверх лицом и закрепляем с помощью фиксаторов. Таких детишек от нуля до года к нам направляют с простудными заболеваниями. Такие как грипп, пневмония, бронхит. После этого врач уходит в соседний кабинет и малыши остаются с родителями. Отлично! Я Машу не брошу. Тогда одеваем волшебный фарфул. Какой тяжелый! Весит не меньше пяти килограмм. Зато не пропускает излучение, а значит ты находишься в безопасности. А до чего должна эта кровать? Да еще и с ножками от пианино. Это устройство для лежачих больных и специальных исследований. С помощью педалей эта кровать, как ты ее назвала, может двигаться, смотри, влево, вправо, вверх, вниз. А для чего эта ручка? Здесь находится ящичек, в который мы помещаем кассету, а аппарат передает на эту кассету изображение внутренних органов. Как интересно! А можно мне тоже исследование провести? Конечно! Давай мне руки. Оп! Вставай. Пойдем. Тебе сделаем снимок в предаточную пазу. Открывай широко ротик. Подбородком прижимайся. Вот так стой ровно. Не двигайся. Сейчас, минутку, я наведу на тебя лучи. Не двигаться. М-м-м, молодец. Ух ты, как быстро! На расшифровку снимка у нас есть 30 минут. Мы не ставим диагноз, а отдаем заключение. Посмотрим твой снимок. Светлые участки. Вот у нас так выглядит плотная костная ткань. Темные участки – это твои воздушные и предаточные пазухи. Верхнечелюстные пазухи – лобные пазухи. У тебя все в норме. А если болеет? Давай с тобой посмотрим снимок нашего пациента. Давай с тобой сравним. Правую верхнечелюстную пазуху и левую верхнечелюстную пазуху. Отличаются? Да. Да. Мы видим затемнение левой верхнечелюстной пазухи с горизонтальным уровнем. Мы этого пациента отправим на консультацию к лор-врачу. А я не знала, что у вас такая полезная работа. Да. Мы помогаем врачам с самых разных направлений поставить точный диагноз. К нам приходят от педиатров, терапевтов, ортопедов, невропатологов и даже от кардиологов. Оказывается, лучи – это настоящие невидимые друзья. А имя у них есть? Имя? Конечно. У каждого друга должно быть имя. Например, один будет шустрик и… Может быть, любознайка? Да. Вот мы и стали настоящими друзьями. А вы прошли проверку детского детектива. А я и не знала, что в темноте живут удивительные лучи и врачи-волшебники. Мы с Машей обязательно вернемся в 8-м клиника, чтобы проверить для вас новый кабинет. Но это будет уже в новом 2020 году. Будьте здоровы и счастливы. Увидимся в следующем выпуске. Новая клиника Альфа-стоматология официально открыта. Она находится в торговом центре Йошина Политаева. Для пациентов провели День открытых дверей. Они смогли не только увидеть современное оборудование и познакомиться с врачами, но и почувствовать себя настоящими стоматологами. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Как вас зовут? Нет. И вы должны знать. А надо с отчетом или подчетом? Я говорю, слушай, вы же врач. Надеть белый халат и провести профилактический осмотр ротовой полости. На открытии новой клиники Альфа-стоматология каждый желающий смог почувствовать себя настоящим врачом. Самым смелым оказался Леонид Резник. Он действовал под руководством опытного хирурга клиники. Контакт с человеком, не просто контактом, пожал руку или обнял. А ты должен вмешаться в его жизни этими инструментами. Сделать так, чтобы у него качество жизни улучшилось, чтобы пропали какие-то неприятные симптомы. Это огромная ответственность. Я даже на таком, скажем так, учебном этапе почувствовал, что это достаточно тяжело. На этом сюрпризы не закончились пациентам. А гостям провели экскурсию по новой просторной клинике Альфа-стоматология. Ее площадь составляет порядка 400 квадратных метров. Здесь огромный холл и 8 просторных кабинетов, каждый из которых имеет свою специфику. Эту клинику мы начали открывать уже год назад, когда первый раз сюда зашли. И немного испугались. Не было ничего здесь. Ни отопления, ни воды, ни толкового света. Но здесь есть люди, которые помогали нам во всем. Помогали кто советом, кто делом, кто и тем, и тем. Конечно, весь коллектив участвовал в этом. Новая клиника – это общее достижение. В ее создании принимал участие каждый врач. Поэтому кабинеты не только оборудованы по последнему слову техники, но и максимально удобны и функциональны. Даже цвет стен выбран не случайно. Именно на сером фоне лучше всего виден оттенок зуба. А значит, удобнее всего добиться идеального цветового результата. Молодцы растут, развиваются. Очень ответственный коллектив. Доброжелательный, всегда очень внимательный. И по первому, как говорится, по первому спросу всегда помогают. Очень молодцы. Поздравить врачей с открытием второй в Рязани клиники Альфа-стоматология приехали не только пациенты, но и партнеры из Германии и Москвы. Они тоже помогали в обустройстве помещения и лично убедились, что клиника отвечает высочайшим мировым стандартам. Я очень впечатлился вашей клиникой, когда ее увидел сегодня. Честно говоря, немного клиник в Германии могут похвастаться оборудованием, сопоставимым с вашим. Я знаю, что Андрей Иванович – это человек, для которого очень важно качество. И, насколько я понимаю, для него крайне важен пациент. Он находится в центре всего. Подход Андрея Ивановича – это предоставить пациенту наилучшее качество из возможного. В честь открытия генеральный директор компании «Штрауманд» в России вручил коллективу клиники диплом сертифицированного партнера, а также подарил форму для сотрудников. Я, конечно, абсолютно впечатлен и масштабом, и качеством того, что я вижу. Я думаю, что клиника будет жить долго и успешно. Спасибо. Это впечатляет. Это, поверьте, абсолютно на европейском уровне. Такую же клинику вы можете видеть в Германии, в Италии, в Швейцарии. Только она будет скромнее, наверное, с точки зрения площадей и масштабов. Напомним, что новая клиника «Альфа-стоматология» расположена в торговом центре «Ёж» возле Дворца молодежи с большой парковкой и развитой системой общественного транспорта. Сладости – самый распространенный подарок детям на Новый год. Мы расскажем, какие конфеты выбрать и на что обратить внимание, чтобы сохранить здоровье ребенка. Шоколад лучше, чем леденцы, подходит для сладких подарков детям. Об этом сообщили специалисты Роскачества. Ведь шоколад содержит такие микроэлементы, как калий, кальций, магний, фосфор, витамины А, В, С и другие полезные вещества. В сладкий подарок можно положить и пастилу, которая является диетическим продуктом, потому что в ее составе нет жиров. Зефир для его производства используют натуральные загустители – агар-агар, пектин или желатин. В состав сладостей не должны входить усилители вкуса или ароматизаторы, также консерванты и синдетические красители. Если мы говорим о ароматизаторах и красителях, то, конечно же, они допускаются только натуральные. А если они просто идентичны натуральным, то это также запрещено в сладком подарке. Необходимо помнить, что некоторые ингредиенты являются сильнейшими аллергенами, поэтому следует внимательно проверять состав продуктов. У них не должно быть арахиса, абрикосовой косточки и пищевых добавок. Также следует обратить внимание, что вся продукция должна иметь маркировку и документы, которые подтвердят качество товара. Мы советуем при выборе сладкого подарка обратить внимание именно на крупные торговые сети или же специализированные магазины. Потому что это означает, что те подарки, которые у них продаются, они собираются непосредственно на производстве. Это означает, что в упаковку попадают конфеты и шоколад одной партии. И срок выработки и хранения у тех конфет и тех сладостей, которые находятся в подарке, примерно одинаковый. При выборе сладкого новогоднего подарка немаловажную роль играет прочность упаковки. Содержимое должно быть хорошо защищено от внешнего воздействия. Упаковка должна быть плотно закрытой, немятой и недеформированной. Если мы говорим о составе сладкого подарка, в нем периодически допускаются игрушки. И здесь следует также обратить внимание, что для детей до трех лет в сладком подарке не могут находиться игрушки, в составе которых есть мех или натуральная кожа, потому что для детей младше трех лет это довольно сильный аллерген. Если вы приобрели некачественный сладкий новогодний подарок, то можете потребовать возврат средств или обменять его на качественный с соответствующим перерасчетом стоимости. Это указано в статье 18 закона о защите прав потребителей. С вами была программа «Город здоровья» и ее ведущая Галина Кудряшова. До встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok